трейдинг покоится на четырех китах если вы сможете вот этого каждого кита освоить тогда у вас будут по простому все шансы для того чтобы зарабатывать деньги сегодня я попробую вам об этом рассказать итак первое это всегда уровни уровни вам дают очень много информации например первое где заходить где выходи где ставит стопы второе это запас хода третье это направление четвертое это а то есть вы смотрите между какими уровнями вы находитесь из-за этого у вас получается второе это энергия энергия она копится только в двух источниках это энергия накопления то есть когда инструмент очень долго стоит и эта энергия контртрендовая то есть когда инструмент очень сильно идет по одну сторону потом разворачивается ее в другую сторону если вы не понимаете откуда в инструменте берется энергия вы никогда не сможете торговать инструмент потому что 90 процентов из вас смотрят какие-то картинки говорят вот сейчас он пойдет вы должны себе задать вопрос простой вопрос а почему должен идти а откуда у него энергия да вот представьте себе человек который пробежал 42 километра дистанции 42 там не помню сколько 420 или 240 человек пробежал большую дистанцию марафон в походе надо еще пару километров пробежать никогда в жизни не пробежит также инструмент если инструмент прошел определенное количество энергии которое у него было накоплено он вряд ли пойдет и очень часто вы не понимаете энергию я сегодня вам по сути дела покажу просто картинки как распознавать и откуда она берется третье самое тяжелое чему к сожалению надо учиться а такой информации в открытом доступе практически нету и учу ей только я это как понимать направление движения инструмента то есть есть так называемые предпосылки этих предпосылок там энное количество иногда может быть десяток для того чтобы по сути дела понимать как устроен вообще рынок и за счет чего вы эти вещи можете спозиционировать то есть это очень важный фактор фактор заключается в том что если вы правильно будете понимать направление движения инструмента то вы будете королем в 80 процентах случаев если вы будете правы вы можете спокойно подкрутить точку входа я в том что возле уровня всегда самый маленький объем почему потому что уровни это те линии те давайте скажем те уровни возле которых сосредоточено большое количество лимитных игроков и и теперь самое главное да самое главное не пытайтесь даже гадать не не пытайтесь даже гадать это безразлично возле всех уровней всегда объемы падают и сейчас я вам покажу доказательную базу это все предельно просто выше с вами посмотрим горизонтальные объемы и вы увидите сейчас одну секунду итак смотрите внимательно возле видите там где происходят самые маленькие объемы там по сути дела есть несколько картинок давайте покажу там всегда падают объемы видите то есть границы вот они границы каналов это те границы возле которых самые маленькие объемы самые большие объемы видите они всегда в середине канала. То есть, что мы понимаем? Что, видите, вот смотрите, раз резко упали объемы, раз резко упали объемы, самые большие объемы пошлись. И если вы откроете каждую картинку, то неважно на каком подходе вы подходили, всегда будет одно и то же. Возле уровней будут всегда самые маленькие объемы, внутри канала будут всегда самые большие. И самое главное то, что вы должны понимать, что внутри канала, почему никогда нельзя торговать, потому что внутри канала самые большие объемы, это то место, где крупные игроки набирают позицию. Видите, еще раз, смотрите, раз, вот все объемы упали, все объемы упали. То есть, теперь вы будете понимать и знать и не просто не будете слушать никого, и вы увидите, что видите, возле границ каналов, если вы правильно проводите, всегда самые маленькие объемы. Очень важный факт, что самые маленькие объемы всегда возле уровней. Почему? Потому что никто не хочет быть первым, особенно при первом подходе, неважно какой подход. Почему? Никто не хочет быть первым. То есть, мы прекрасно понимаем одну вещь, что на уровнях стоят всегда лимитные игроки, и когда вы проводите уровень, очень важно правильно провести уровень. Если вы неправильно проводите уровень, то ваши шансы там на получение, неважно там какой-то прибыли, или вообще какого-то движения, они абсолютно ничтожно малы. И вы должны прекрасно понимать одну вещь. Если вы неправильно провели уровни, то скорее всего, вы все остальное будете делать тоже неправильно. Поэтому это очень-очень важный фактор, это правильно провести уровень. Второе, когда вы правильно проводите уровни, вообще как их научиться проводить? Я в открытом доступе выставляю огромное количество уровней, вы просто должны их там перерисовать, нарисовать там 100, 200, 300, 500, и тогда вы будете понимать, как вообще устроены уровни. Потому что, если вы его неправильно проведете, и, например, инструмент закроется там на 1 цент ниже или выше уровня, а уровень проведет неправильно, картинка будет абсолютно не соответствовать действительности. Второе, то, о чем я говорил, это энергия. Посмотрите внимательно. Давайте покажу вам сейчас n-ное количество. Сейчас. Итак, посмотрите внимательно. Неважно абсолютно какой это инструмент. Мы сейчас посмотрим несколько инструментов, но вы должны понимать одну вещь, что всегда, видите, после накопления, чем четче границы накопления, видите, чем четче границы накопления, тем сильнее и реже будет движение. Видите, посмотрите. То есть, если инструмент четко одерживает границы да здесь я просто провел по верху на самом деле здесь вот чем четче вот вы проводите границы канала чуть-чуть выше да очень важно проводить правильно и всегда проверять себе вот видите вот границы канал чем четче вы проводите границы канала тем больше идет накопление перед очень сильным движением чем размашистее да вот такие вот движения здесь очень тяжело но если вы видите что инструмент вот стал в зону и очень четко копит да такая же зона там была по сути дела по всем инструментам я вам потом покажу bitcoin и покажу что абсолютно не важно какой инструмент торговать абсолютно не важно да самое важное это правильно провести уровни правильно понять накопление и движения точку входа по сути дела уже можно прикрутить